Сегодня сусветный день волонтеров. На Гомельшине волонтерский рух охопливает маль 2100 человек. Доброхводники оказывают медицинскую социальную допомогу, удельничают в реагировании на надзвышенные ситуации. Подробно об деятельности волонтеров на территории области журналистам рассказали под час пресс-конференции региональной организации «Червоного крижа». Дмитрий Котов протягнет тему. Необыяковость до чужой беды, невычерпное ожидание працевать на корысть людей и творить добро. Их призвание – допомогать. Первоважная большинство волонтеров региона – 70% догольной колькости – это молодь. Але у счетчастей свою допомогу пропонуют те люди, які знаходятся на пенсии. Таких волонтеров в регионе каля 500. У своей праце доброхводники постоянно сутыкаются с разностайными выкликами. Але, як и для многих, 2020 год стал особливым. В осень у волонтеры Гомельской области круглосуточно оказывали допомогу хасидам, які опынулися на нейтральной полосе границы поміж Беларусью і Україной. Однак безумовно головний селетний виклик зв'язаний з пандемією коронавіруса. «Сегодня более ста волонтеров трудятся по всей Гомельской области, подготовленных волонтеров, которые разносят рецепты по домам. Мы сотрудничаем с чрезидентами здравоохранения, доставкой продуктов питания до квартиры, чтобы пожилой человек не выходил из дому, чтобы не было подверженности заражения коронавирусной инфекцией». Таких визитов с початку расповсюдживания коронавирусной инфекции было здействено каля 7 тысяч. У Вогулі можно смело казать, что пандемія повеличила колькість працівних часів волонтеров практично удвоя. «Также особое внимание мы уделили информированию лиц без определенного міста жительства. Мы также посещали пункты приема вторсырья, проводили беседу с бенефіціарами, раздавали им антисептики, также обучали их, как правильно, например, руки обработать». «Также информационная работа проходила и среди всего населения области. За этот год мы раздали 75 тысяч буклетов, которые мы разместили в местах массового скопления людей». Оказывали представники червоного крыжа и финансовую допомогу у супрацовництві со спонсорами. Установом региона на маски и десродки было накеровано каляд 400 тысяч рублев. Почас пресс-конференции рассказали и про реализацию разностайных проектов. По-перше – полиция добра. Яны усталеваны, в некоторых магазинах Гомеля, и кожный жадаючий, може принести продукты харчавання для людей, які мають у гэтым потребу. Так само в регионе реализуется проект «Социальное репетиторство» для детей, які знаходятся у социально небезпечном становище. Волонтеры допомагают отримливать им додатковую эдукацию. И аще на территории в области продугледжена праца творчих майстерняв, где доброохотники займаются мыловарением, створением текстильных и дравляных вырубов. Стоит отметить, что сегодня у нас работают три отряда быстрого реагирования. Они расположены в городе Гомеле, в Мозыре и в Жлобине. Не случайно мы решили именно там располагать данные отряды территориально. Они фактически покрывают три зоны нашей области. Мы уже знаем много примеров, когда наши волонтеры из Гомеля, в том числе, выезжали в другие районы для оказания помощи, например, при паводках. Или, например, когда строился мост в Житкове, чех волонтеры из Гомеля выезжали, круглосуточно обеспечивали там дежурство. Так само подчас пресс-конференции были обвешены переможцы у конкурса «Волонтер года». У сего у им продугледжена 11 номинаций. Отзначены лидеры и у инших проектах «Лепший наставник» и «Лепший партнер». Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, телерадио «Компания Гомель».